Пока в феврале, как господин, Снимаем белое пальто, Что ты, она и я один Узнали мы только что. Героиней сегодняшней истории было почти 30, когда она встретила свою любовь. Не просто было завоевать его сердце, но если женщина захочет, она способна перевернуть весь мир. Так оно и случилось. В мире шоу-бизнеса Анжелика Варун появилась лет 12 назад. Для людей, не посвященных в шоу-бизнес, хочу сказать, что Анжелика – это сценический псевдоним девушки по имени Маша Варун. Все годы, когда Маша Варун появилась в музыкальном мире, на сцене уже была яркая девушка по имени Маша Распутин. Тогда-то и родилась идея придумать Маше Варун сценическое имя Анжелика. Бабушка меня в детстве называла Ангелом. Поскольку у нее там есть польские корни, она – Энджел, Энджел, Энджел. То есть я почувствовала, что это мое. Я слышала это с детства. Сроднились с этим именем? Какое ближе? Ну, паспортные данные как-то ближе. Все равно, несмотря ни на что. Ну, потому что все в семье называют Машей. Машей Марусей. Как только Маша Варун появилась на сцене, она сразу же привлекла внимание специалистов и мэтров отечественной эстрады своеобразной манерой пения и яркой индивидуальностью. Правда, злые языки поговаривали. Ну вот, очередной блатной ребенок на сцене. Папина дочка. Маша – действительно дочь композитора Юрия Варун, который работал со многими музыкантами. К примеру, некоторое время он был художественным руководителем коллектива Валерия Леонтьева. И тем не менее, все, что произошло с его дочерью, скорее вопреки, а не благодаря желанию Юрия Варун вырастить из Маши звезду. Сама же Маша мечтала стать актрисой. Возможно, ее вдохновил пример мамы, которая закончила режиссерский факультет сначала Львовского, а затем Московского института культуры. Моя мама очень мудрая женщина. Единственное, она пыталась всегда, она очень строго со мной обходилась и пыталась во мне воспитать такую волевого человека. Волевого человека, который сам решает все свои проблемы и жизнь которого зависит исключительно только от него самого и ни от кого больше. Детство Маши Варун прошло на Украине, во Львове. Она появилась на свет, когда ее родителям было лет по 18. Я бы не хотела влюбиться в 18 лет. Это стихия. И совершаешь ошибки, которые ты, безусловно, должен совершить в своей жизни. И когда эти ошибки совершаются в любви, а не просто в романтических отношениях, на мой взгляд, это трагедия. Союз Машиных родителей распался. Маше тогда было около 10 лет. Она довольно спокойно это перенесла, поскольку мама с папой оказались людьми интеллигентными и вели себя достойно. Мама Маши после развода экспериментировать со своей личной жизнью больше не стала. А вот папа, подыскивая себе спутницу жизни, менял подружек одну за другой. И Маша была свидетелем некоторых папиных романтических историй. Папа мне звонил, перед тем, как взять меня куда-нибудь с собой на гастроли, на море, там, в Одессу, в Сочи. Звонил и говорил, Маруся, у меня для тебя новая подружка. Я понимала, что этой подружке года 24-25, в то время, как мне, 8-9. Подружки были разные, в основном хорошие, добрые, смешные, нелепые. Вот только помню, когда папа собрался жениться во второй раз, вот тогда я поняла, что это серьезно, и что этот человек может составить мне конкуренцию. И когда папа привел знакомить эту женщину, я сразу же таки воспринимала, я никогда не хамила, я была очень воспитанным ребенком. Я сказала, кто это такая? Прям при этой женщине. Окончив школу, Маша Варум уехала из родного Львова в Москву попытать актерское счастье. Счастье ей не улыбнулось, но, влюбившись в столицу, она решила остаться в Москве навсегда. Папа сказал, что это здорово, замечательно, и очень мне помог. Снял квартиру, я стала прислушиваться к тому, что он делает, чем он занимается. Он работал тогда на студии Гала, и когда ему нужны были детские или такие девчачьи подпевки, он брал меня, потому что я человек, который чисто интонируется, со слухом, с хорошим. И так началась моя работа в студии, в баку-калистке. А дальше судьба подарила Маше Варум счастливый случай, и она воспользовалась им. Машиного папу, композитора Юрия Варум, попросили написать песню для одной из участниц конкурса молодых исполнителей в Юрмале. Маша записала так называемую демонстрационную кассету с папиной песней, которую и отослали участницы конкурса, чтобы она ее выучила. Песня называлась «Полночный ковбой», я записала это демо, девочка по каким-то причинам на конкурс не попала. И когда ребята, которые составляли галлопластинку для массовых продаж, слушали эту песню, они сказали, что здорово, это замечательно, давайте попробуем выпустить. И выпустили. Полуночный ковбой, милый мой неземной, полуночный ковбой, я иду за тобой, бесприютный мой странник. рожденный мечтой, полуночный ковбой, полуночный ковбой. Сначала момент, когда, что называется, проснулась знаменитой, и все же, а что это за девочка такая маленькая поет. Потом было выступление в Олимпийском, когда я вышла на сцену, и на втором припеве я поняла, что вот это количество народу, тысяч 15 поют вместе со мной припев песни. И я была ошарашена совершенно. И началась ежедневная, кропотливая, очень серьезная работа в студии. Тогда же был придуман и сценический псевдоним. Маша стала Анжеликой. Она записывала папины песни, и чего ей это стоило, знают лишь те исполнители, кто хоть однажды работал с требовательным композитором Юрием Барум, человеком одаренным, профессиональным, с очень непростым характером. Да, с очень тяжелым характером. С очень тяжелым характером. Как все талантливые люди, он второго мне не быть не может. Он прав, и прав всегда. Поэтому я никогда не спорю. Ну, почти никогда. Спонсор программы «Женочий погляд» Дорвова Марка «Винодел». Виткрыть для себя. Прочно заняли первые строчки отечественных хит-парадов. Они звучали на галоконцертах, в музыкальных программах, телевидении и радио, под них танцевали на дискотеках. Голос Анжелики можно было услышать из проезжающих автомобилей и из окон домов. Знаете, я очень хорошо помню тот момент, когда я начала становиться профессионалом. И в этот момент мне стало очень страшно. Потому что я почувствовала, как из меня уходит человеческое и начинает преобладать прагматизм. Я знаю, какие репризы я должна говорить для того, чтобы получить ответ. Я знаю, что я должна сделать для того, чтобы публика получила удовольствие, восхитилась, возмутилась, расплалась в улыбке, заплакала. Когда это стало профессией, я сказала, стоп. Потому что эта профессия стала вытеснять меня. Я помню очень хорошо момент, когда я осознала это. Когда ко мне на сцену вышла девочка на концерте. Это была дочка моей, хорошей знакомой. Вынесла цветы на сцену. А я ничего не видела. Я думала только о том, какой следующий номер, как мне надо уйти переодеться за 40 секунд, выбежать на сцену, чтобы у меня хватило дыхания. И дальше сказать вот эту репризу. И когда я говорила со своей знакомой, она мне сказала, что моя дочка в шоке. Она вернулась ко мне со сцены и сказала, мама, у нее совершенно пустые глаза. И я очень хорошо помню, когда я начинала работать с мэтрами, и я ощущала то же самое. Я переставала понимать во имя чего. Зачем? И вот когда вот эта большая пустота, большой вакуум возник, я поняла, что я ничего не хочу. Мне ничего не надо. Я устала. Когда я приходила в студию, мне было безумно скучно. Я понимала, что мне надо сделать совершенно точно для того, чтобы иметь какой-то там среднестатистический успех. И я сказала, что я не буду больше этого делать. Я пришла к папе и сказала, я больше не могу. И в этот момент появился Леня. Мне было 27 лет. Все так и не так, и как будто бы пустяк, но кто-то скажет, что за черт ни дома, ни гроша. Все так, как всегда, просто счастье и беда, но кто-то скажет, не лезет пропащая душа. О Леониде Агутине впервые заговорили в 1992 году, когда он победил на музыкальном конкурсе в Ялте. В 1994 появился его первый сольный альбом «Босоногий мальчик», после чего людская молва так его и прозвала «Босоногий мальчик». Анжелика Варун часто встречалась с Агутиным на галоконцертах и записях музыкальных программ, но чувств он в ней никаких не будил. Агутину же она нравилась и как поет, и как выглядит на сцене. Тогда-то и закралась у него мысль спеть с ней дуэтом. Для начала он передал Анжелике послушать свой диск. Она была приятно удивлена и осталась в восторге от его музыки. А через некоторое время Агутин уже сидел в гостях у семейства Варун и излагал свой проект. Творческое предложение Агутина папа Анжелики воспринял без особого энтузиазма, больше того, даже с опаской. Конечно, с опаской. Сам из музыкальной среды не знаю эту тусовку, не понаслышке. Кто его знает? Что там у человека задышу? Конечно. Мы с ним общались очень серьезно. Из-за коньяком, из-за кофе, из-за чем-то. Но когда я его узнал, когда я понял, насколько все-таки он похож на меня, а я, в общем, это не самое плохое, в общем, я немножко успокоился. Анжелика с Лёней начали записывать песню «Королева». Работа над песней длилась недолго, но этого времени оказалось вполне достаточным, чтобы между молодыми, красивыми людьми начался роман. «Королева» 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 После первого же совместного появления на сцене доверчивая публика сразу же поженила Анжелику Варун и Леониду Агутина. Отношения между ними действительно развивались стремительно, но они их почему-то тщательно скрывали от всех. Даже мой директор не знал, что мы вместе просыпаемся в одной кровати. Мы сняли квартиру, Анжелика сняла квартиру на проспекте Мира. Я брал с собой мобильный телефон. И когда мне звонили в 10 утра, я брал мобильный телефон с Томичкой, говорил «Алло?» Он говорит «Я тебе звоню домой, тебя нету где-то находишься». Я говорю «Я по делам езжу». Леонид, я тебя знаю много лет. По каким делам в 10 утра купаюсь? Что ты? Ты же понимаешь, что если у меня нет сегодня гастролей или каких-то дел, то меня никто не застанет встать в утро. Но все тайное становится явным. Вскоре о романе Агутина и Варун знали все в музыкальном мире. И вдруг некоторые коллеги стали Анжелике сочувствовать, поскольку ни для кого не было секретом прошлое, шальная жизнь босоногого мальчишки. Мне много от чего пришлось отказаться, слава Богу. Но, опять-таки, слава Богу, мне это не стоило большого труда. Я всегда был подвижным очень в сторону женского пола. И, не знаю, я никогда не считался женщинами, всегда их боготворил и до сих пор боготворю. и я обожаю женскую красоту и я ценю женскую красоту. Я не мог жить без разнообразия сексуального. Я отказался от бесконечного количества мужских компаний. Бесконечного. А, у меня все друзья. Мне нравятся разные люди, я уважаю кого-то за это, кого-то за то. Но все, все, все эти люди пьют. Такова страна. Пьют разные напитки, но пьют все. Естественно, радость общения подогревается и, ну, я не знаю, как я не умер. Ажиотаж вокруг пары Агутин и Варун не прекращался ни на минуту с того момента, как Анжелика и Леонид стали вместе жить. В желтой прессе по сей день появляются статьи, в которых замечательный дуэт то разводит, то сводит. А несколько лет назад новость о том, что Анжелика ждет от Леонида ребенка, была даже вынесена на первые полосы от детских зданий. У нас родилась Лиза, и когда Лизе исполнился, по-моему, год, мы зарегистрировались. Я ни за что не хотела выходить замуж. Я очень боялась. Мне всегда казалось, что Лене ветер. И знаете, когда ветер запираешь в четырех стернах, он превращается в сквозняк. Мне этого не хотелось. В отличие от Анжелики, у Лени был уже опыт общения с маленькими детьми. Лиза его второй ребенок. От первого брака у Лени до Агутина подрастает дочь Полина. Вместе с мамой она живет в Италии. Ну, все в порядке. Девочка там растет, я ее поддерживаю, плачу ее обучение, и купила ей квартиру, и надеюсь, что там мало что случится, чтобы у нее всегда что-то было свое. Так что она растет, я ее люблю, она моя дочка и все. Так что детишки, они ни в чем не виноваты. И сказать ей когда-нибудь, что она получилась случайно, невозможно, нельзя, ни в коем случае. Вы его ревнуете к прошлому, к прошлому истории? Нет. А как вы думаете, он вас ревнует? Не знаю. Не знаю. Анжелика это первая, единственная женщина в моей жизни, с которой я советуюсь. Советуюсь неформально. Не для того, чтобы показать уважение или что ты тоже человек, там, так далее. А по-настоящему женщина, которая оказывает посредственное очень сильное на меня влияние, и я делюсь с ней вообще всем, что у меня есть, есть в моей душе. у меня от нее нет никаких секретов, и ее мнение для меня очень важно. Наверное, самое главное в нашей жизни это испытывать иллюзии. Испытывать иллюзии, придумать мир и жить в нем. Если кто-то хочет находиться в этом мире вместе с тобой, милости просим. Если нет, не может. какой этот мир ваш? Обычный, человеческий, просто мир, в котором есть абсолютное понимание реальности и цивилизованные отношения. Как бы это ни было тяжело порой. Мне очень нравится мой возраст сейчас. Такое количество музыкальных и творческих планов, что сейчас трудно себе представить. Очень хочется это все реализовать. Потому что вот сейчас как раз такое фантастическое совпадение, когда хочешь и можешь. И это обязательно нужно сделать, во что бы это ни стало. Второе дыхание спорт, бег на длинной дистанции. Послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже тихо, послушай, все в твоих руках, все в твоих руках, Все в твоих руках И даже я 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 Давно И даже я